добрый день дорогие друзья сегодня канал кофе со вкусом чернобыля в гостях у сергея симонова физик ядерщик по образованию прошедший чернобыль и решивший остаться на чернобыльской с почему зачем откуда мы сейчас это с вами узнаем сергей где-то учился я учился тогда горьковский был политехнический институт физико-технический факультет атомный готовили специалистов по реакторам для электростанций 310 специалиста 311 была закрытая для транспортные реакторы но это подводные лодки атомные вот я туда пошел а пошел почему потому что принципе я жил закрытом городе вот этот сорвов там разума 16 раньше назывался мне родители там работали всегда связанные с ядерной промышленностью и как-то уже этом по стопам решили в технику ты и вообще у меня склад ума технический логически больше чем эмоциональный хотя это наверно не очень хорошо лучше смесь была так и после окончания после окончания распределился туда за 16 и работал во всесоюзной учительской институте экспериментальной физики это федеральный ядерный центр там где работал сахаров там где работал харитон там где делали первую бомбу легенды кстати с харитоном встречался даже подписывал у него научный отчет как-то но и они продолжают в принципе заниматься ядерным оружием на другом уровне чем тогда начинали там работал с 80 по 87 год ну 86 и отка чем ты там занимался на испытания да мы занимались но если можно сейчас рассказывать кратко то я занимался исследуем физиками механических свойств оружейного плутония и конструкции из оружейных сплавов плутония чем это важно воздействие внешнее воздействие на конструкции то есть допустим там если центральная часть заряда ядерного еще не взорвалась но она может может быть подвержена каким-то внешним воздействием противоракета лучами нейтронами там или высокой температурами еще чем-то конструкция может быть по разному союзе и эти свойства изучали для того чтобы надежность повышать то чтобы противодействовать возможным внешним воздействием просто тогда еще тогда еще восьмидесятые даже не все были известны физико-химические свойства плутоник сплавов хорошо не были известны многие приходилось еще исследовать чтобы потом использовать для расчетов то есть это такая научная работа большим но участвовал воспитаниях всем по-латински на новой земле в подземных уже тогда воздушных не было ну и когда как ощущение вообще вот интересно когда под нет интересно гул а там фургоны километры кабелей и заряд находится в горе на гора просто дрогнет когда взрывается а на какую глубину пример я разная глубина мы делали штольневые испытания горизонтальные штольные реле строителям до 40 назад если бы я все это рассказал меня сразу загребли но сейчас уже можно гора трясется вот а когда кстати когда рванул чернобыль я был на новой земле на испытание как раз их приостановили связи с тем что что-то произошло а потом стали собирать добровольцев поехать сюда и я записался тоже но попал не в первой группе уже феврале 87 я приехал первый раз работал на в сро на четвертом блоке начальником оперативного досконтроля 13 района тоже всяких историй район французский фильм до 13 13 контролировали там партизан как они соблюдают правила безопасности вот он идет в маске вроде как а ему курить хочется а маску запрещено снимать так что они делали сигареты берет прожигать дырку в лепестке сует на сигарету и курить или ты что делаешь он говорит а что я же не снял лепесток это понимаешь на кончике сигареты температура 900 градусов ты там вдыхаешь аэрозоли в 10 раз больше чем ты просто без маски ты если без сигареты нет вот так ну занимались расчисткой кровли обеспечением да с контролем расчистка кровли в 87 до в сро на в сро уже не не той же третий блок уже был к тому времени почищен или и вот после тараканова еще тоже чистили тоже чистили еще мой район был этого сырого и и насколько там грязно было ну местами прилично был грязным то есть были участки там если кусочек твоего валяется то там и несколько тысяч можно было рентген час поймать мощность а так среднее поле на кровли было порядка 50 рентген а в кабинете у меня было два миллиарентгена меня был на высоту рядом там прилично и рабочее место да для рабочих мест но тогда это кстати вот там с маяка вот корнеев я с ним тогда работал вместе и мы приехали то занимался там испытаниями и нам как специалистам здесь казалось в общем-то не сложная обстановка но платили здесь очень хорошо так вот неплохо было бы жить а чё платили до 3000 рублей в месяц это при тех деньгах когда машина стоила 5-6 тысяч можно было за два месяца накопить на машину денег но если опять с умом без вреда для здоровья чтобы это потом машина не превратилась собственный катафалка но я тоже всегда говорил что ничего страшно особо в радиации нет если правильно с ней обращаться и сосредоточные меры нужны как долго в самой ликвидации участвовал или но в самой ликвидации участвовал три месяца с февраля до июня а потом я написал сразу здесь сухецкий был начальник статью лиц рб я с ним встретился написал заявление ему уехал назад в россию а потом мне прислали вызов я перевелся переводом из среди маши перевелся на черновскую станцию и работал в лаборатории д.к. а потом в отделе яркой безопасности а потом решили создать центр молодежи инициативы пока не будет но вот чем мы в д.к. кстати занимались тогда приехала там доктор наук из четвертого главка минздрава писала диссертацию пытались найти корреляцию между повреждениями хромосом от облучения цитогенетический анализ и с реальным полученной дозой а реально полученную дозу определяли по маршрутным листам и вот этой частью занимался как раз я ну со своей группой то есть мы приглашали те кто участники были и они подробно расписывали маршрутный лист по минутам уже поля были известны как бы приблизительно и высчитывали какой он примерно должен был получить я хочу сказать что очень много людей получали там больше двухсот трехсот четырехсот но корнеев он хотя все время шифруется но он там по моим расчетам получил порядка 900 рентген не меньше это только тогда поскольку он потом еще лазил по объекту уже когда мы в конце 90 группе доз разведки тоже шла делающих реально те кто получил порядка 100 брда это ощущение как rz максимум то есть первая стадия там болезни даже лучевой можно сказать не этот организма зависит но большинство не чувствует а там начинает где-то с 200 300 уже начинается там стадия вот она на ликвидации я там писал статейку вы не читали не читали я начинал читать эту историю да да но когда работали на вассарова была такая история один раз приключилась нашли на кровле кусочек твела от которого светило там порядка двух тысяч вплотную рентген час и начальник 13 района там как было вот это у 605 весь он разбился на районы по всей 30-ти километровой зоне и района типа сму потому что это строительная организация что 5 но хотя специализированная вот у нас был начальник 13 района строитель федоров помню такой молодой парень и 35 часто наверное мужа 70 так вот он как бы отвечал за российскую кровлю срывом я у него был при нем как бы отдел оперативного контроля досконтроля который обеспечил обстановку изучения и безопасность и вот собрались ощущения стали думать как этого убирать его взять его лопаты нельзя почему он слишком слишком большая мощность полина на длине лопаты там порядка на 700 тысяч было на длине лопаты но решили что надо сделать свинцовый контейнер такой вот примерно такого размера с такими стенками и с крышкой на веревке и решили что надо его димагом подтащить туда димаг доставал открыть и сделали щипцы трехметровый дом брали взять на контейнер бросить крышку закрыть и потом димагом утащить ну вот порепетировали все вроде получалось контейнер сделали посчитали кто сколько доз должен получить все в пределах суточная норма там до 5 рентгенов в день у нас максимально было доза бригаду сделали 6 человек там два дозиметриста два там должны быть веревку понимаем двое щипцы щипцами работать я был руководителем по безопасности вышли на кровлю подошли ребята побежали наверх поднимать крышку смотрю бегут назад что такое там на площадке 800 рентген откуда там а там такая лестница вдоль стены которая идет и площадка где-то метров на ли 6 1 площадка была она решетчатая но в нее будет ничего нету не видно я с ними забегая наверх смотрю углу кусок графита лежит такой вот плотно к нему пристыкиваешь где-то около 1000 показывает думать что делать уже все ребята все пожглись ничего не сделали так прикинул думаю да не не должен я думал так подниму но он оказался тяжелый пришлось прижать груди вот это вот такой момент но сбросил я потом считал в принципе там в чем как бы неприятность все обычно по точным источником считает а там был не точный источник распределенный со всех сторон это нужно по-другому считать так думаю так немножко получил ну все все получилось все сделали так потом мне федоров мне грамоту дал спасибо тебе родной чтобы обнимался с графитом да 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 но он заценил он сказал что это он там потом собрание было там место ну внутренне это не это надо на самом деле не то что имеет смелость а надо иметь трезвые моментально сработать в тем вот в то время все как бы никто ничего не думал все работали просто на полной отдачи не думая вот мне что нравилось вот проводим совещание там несколько министерств на четвертом блоке какая-то труба идет одного министерства труба другого они стыкуются их надо как-то по конструкции это если бы представить себе по нормальной схеме там бумаг было бы миллион и согласование миллион все это делалось на пальцах за полчаса и все все друг друга понимали все шли на встрече то есть все были одержимы одной идеей сделать дело любой ценой поэтому никто не думал никто не болел никто не болел кстати как на войне на еще одна войне говорят не болеют люди это видим организм так и там такая ситуация была не было ни простуд ничего люди настроены были на то что нужно делать делом поэтому это в принципе рядовая ситуация была это сейчас она так выглядит эффектно я к чему когда человек обладает определенным уровнем знаний и он понимает чем он работает он как раз таки не задумывается это на автомате где-то происходит что нужно сделать быстро и четко не стоять и думать не шо с ним делать пока стоишь думаешь все можно уже падать тут да конечно я быстро так оценил ситуацию но как выяснил потом я оценил не совсем правильно причем в другую сторону то есть было меньше я не оценил что распределенный источник но я потом посчитал ничего страшного живой же и главное же еще не получить бета ожоги жесткие от близкого соприкосновения контакта практически там одежда там роба для бета там немножко она задерживаться она же легко задерживается слушать ты же наверняка как ядер ядерший физик задумывался о природе катастрофы да конечно расскажи свои мысли ну что я думаю о причинах и или о причинах и какой был взрыв по своей природе ядерный тепловой или это было не комбинация всевозможных вот если если да это было как НЦР как у нас говорили там это не центральный взрыв ядерный то есть с плохим обжатием ну то есть все разлетелось сразу конечно там цепна реакция была цепна реакция была и был тепловой взрыв который раскидал все а если говорить о причинах то и вот у меня как бы свое мнение что самая главная причина это то что разрешили строить эти реакторы рбмк для коммерческого использования во всем мире же не используют такие реакторы для коммерции потому что они же очень не устойчивы там положительно температурный эффект реактивности то есть он идет в разнос если какое-то отклонение происходит а у ВВР наоборот гасится реакция если отклонение какое-то идет я все показывал для простых смертных когда у меня спрашивают чем отличается ВВР до руменька я говорю представь себе шарик ты на край тарелки положил она покатался и упал сегодня на представьте его сверху положил чуть в сторону он упал примерно так они различаются но с другой стороны попытаюсь возразить после усовершенствования внесенных конструктивных изменений они до сих пор не понятно что это была не действия аварийная работа причем было наложение там кучи всяких маловероятных событий одновременно и то что там облэнерго попросила они начали эксперимент облэнерго попросил остановить а потом снова начали попали в выводную яму что-то никто не сообразил этого то что там были сардельки укороченные для того чтобы кпд повысить то что там в общем всего понемножку все 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 наложилось все сложилось да потом когда переделали совсем другой аппарат был то в минуту делали операции там тысячи оператора то уже сидели просто смотрели то есть но я думаю если бы не чернобыль все равно такая авария случилась рбмк где-то через пять лет через десять на другой станции это было неизбежно потому что тогда это было сделано неправильно все и все усовершенствование очень и очень медленно внедрялись сколько козлов было на ленинградске козлы мощные и у нас же началось вообще молча такой там и не в чистом виде рбмк с ядерным перегревом были эти я к природе взрыва немножко вернулся чаще рассчитает то что это был ядерный взрыв насколько правильно это так нет я думаю что цепная реакция была то есть природа взрыва нейтроны же были да а нейтроны только при цепной реакции могут потому что те вот первые люди которые погибли пожарники до которые получили прямое излучение они были на активированы из-за того что они получали с нейтронами активация же от нейтронов происходит они уже стали сами стали источником и потом врачи от них получали раз были нейтроны значит была цепная реакция другой вопрос там сколько насколько она была там сколько процентов от нее взрыв или сколько от того что там водород взорвался или там давление повысилось там только это смесь было кстати ранее есть и сторонники взрыва с гремучей смеси а если противники которые утверждают что ну не мог водород в таком количестве успеть образоваться за столь короткое время ну да но скорее всего это было и то и другое там если изначально я когда-то склонялся в сторону взрыва гремучей смеси потом видел что есть логика в том что это и что-то от ядерного взрыва но в итоге как это сложно может и принять кому-то это не был чистом в чистом виде ядер в чистом виде это был винегрет из всевозможных как только началась цепно реакция неконтролируемая сразу резко повысилась температура повысилось давление дальше уже начались процессы обычные механические а чтобы то смело тебя перейти на станцию мне очень понравилась украина мне очень киев понравился я в таком восторге от него в 87 году то киев тех времен да и как в него тогда влюбился и как-то я вот решил что надо говорят что периодически надо менять что-то в жизни к тому времени сколько шесть лет проработал в этом после института или 7 внефе решил что надо перейти сюда семья не возражала жена был семья как батя сказал туда и поедем единственно все всегда задавали вопрос а ты не боишься ты ничего не я понимаю что там поэтому чего боятся мне понравилось как славучий квартиры разливали но это да эта песня приходишь и тебя спрашивает по какому адресу хочешь квартиру ты пишешь но он такой-то посмотрел адрес такой-то катер такой на написал так и началась как состав семьи три человека вот тебе с двухкомнатными квартирами по кварталам выбирать и я тогда получил квартиру в вельнерском квартале вот с двумя туалетами которые будут трехкомнатные и когда я там вернулся в россию показал проект что мне квартира с двумя туалетами ну прибалты строили передовое то есть и служить естественно я так понимаю тоже понравился сюда повлиял на то что здесь нормальное жилье а то что фигня для такого человека да грибы собирали но умерли а какой-то фонила больше на драйзера там где было управление через 80 что там фонару потому что приезжали все кто попал в чем попала вот как то не задумывался кстати там реально фонила там где-то микрореген 30 если не больше но нормальный фон там едини до 10 до 2 в 3 раза выше но если для киева так это как бы выпуклость пену случайно не меньше на тот периода это сейчас там кстати 10-12 вот такая мелочь в самом городе в лесу можно найти и полтинник октября 87 работал на станции где-то до 90 примерно а потом ушли мы вот с марком делали это центр молодежи инициативы начали общественный комсомольской деятельности заниматься так как то не знаю предложил какой-то хотелось что-то делать но что побудило вот например нет я извините перебью я на тот период прекрасно помню уже из хакова ильгиза знал и маркова юра знал мы с ним в одном подъезде в тбилисском жили вот то есть я на четвертом этаже у меня соседях валерий палыч речко было маков на втором по моему вот то есть и информация о том что это создается ходил же знал да вот и не даже предлагали но я подумал его что такое тут у меня стабильная зарплата хорошая зарплата нормальная работа который мне в принципе интересно что я куда-то пойду неизвестно вошел в какой-то как ежик в тумане и что там будет бог его знает но смотри то есть это определенный риск попробую во первых я вообще считаю что славутище нестандартного выборка людей собралась там же собрались во первых ну все не глупые потому что брали специалистов во вторых они все авантюристы потому что рискнули ехать в радиацию и вот такое сочетание вот она накладывает на общество совсем другое там по-другому люди себя ведут славути но тогда так по сейчас уже найду больше приближенства смотри сидоров георгий борещин работала далиер на безопасности мы с ним начали работать петров там кстати был и вот зародилась идея тогда как бы не хватало дозиметра абсолютно тем более бытовых вообще практически не было и зародилась идея разработать дозиметр и попробовать его наладить производства ну все инженеры все это молодые все активные вот загорелись мы этой идеи еще советском союзе да это был еще советский союз и там было несколько патентов в этом приборе кстати он покажи он еще работает но сейчас он без батарейки полы 101 до на него гост есть если вот например зайти в гост то можно найти то есть это еще гост ссср мы получили на него но тут есть несколько технических решений необычных в качестве индикатора использовался шагомер от белорусского производства тогда не выпускали а обычно меряется количество частиц в единицу времени когда попал там датчик а у нас измерялось не количество частиц в единицу времени а интервал времени за который датчик заполниться на определенное количество частиц и мы как бы декларировали что для человека важно знать сколько времени можно находиться в опасной для простого там для специалиста он видел время как безопасного пребывания в данном месте и датчик там был хитрый его поскольку я сам работал раньше в второе то мы туда с сидром съездили в командировку нас туда пустили тогда еще я сейчас представляю себя сейчас поехал туда меня бы там сделали украинским шпионом граждан украины даже просто 1 на атомную станцию не пусть так вот нас допустили и там они разрабатывали собственные датчики радиации с хорошими параметрами и мы под заказ они нам сделали мы использовали это в приборе здесь и а корпус слили в белоруссии на заводе который пластмассами занимается по кооперации делали такой прибор а у нас здесь сделала сборка мы появили платы потом здесь делают лабораторию поверки на правильность то есть и сертифицировали рацион с радиационными источниками все сертифицировали как государственная лаборатория и здесь выпускали сам прибор инструкция была упаковка и что он стоил по тем временам у вас же дошло это порядка 70 рублей или 80 он стоил тогда по моему что такое что-то не так уже да недорого и выпустили 10 тысяч штук но если честно там процентов 80 и мы больше их раздавали всяким как президенты парашином там прочим да как чтобы заинтересовать да или просто для презентации там используются тоже как там подарки ну что-то продали но понятно что ничего не заработали ну хотя купили отчасти нет я думаю что нет и что помешало в смысле дальнейшему развитию а потом как раз произошел развал союза 92 год или 91 когда там был у нас да и у нас получилось что индикаторы в одной стране делают датчики другу в третью сборку и все это остановилось стало сложным границы появились я понял что пока еще пытаться зарабатывать деньги на технологиях и науке рада в этой стране выпить и погулять захочется всегда да кстати когда начал заработать деньги вот так вот ядерной физики к ресторанам и бизнесу и как долго тоже несколько лет там а потом работал с рефиум в транспортной компании грузовой потом в киев переехал тоже там меня пригласили бывший софтрансавта работать финансистами работа уже так это по походу переквалифицировался из ядерщиков финансисты прошел там курсы даже вот даже совсем не рядом да но я всегда говорил уже когда стал более-менее специалистом в финансах кстати последняя должность была у меня на зампредседателя управления по финансам одесса облэнерго на минуточку там фонд зарплаты 7 миллионов долларов в месяц и 70 бухгалтеров почему так вот я всегда говорил что из инженера сделать финансиста или бухгалтера можно вот из бухгалтера инженера не сделать тем более ядерщикой сделаешь то есть получается что чернобыль кардинально изменил твою жизнь на изучен и не в худшую стал бизнесменом и не в худшую сторону как я говорил в то время когда я работал ученым а так она и называлась у нас уже у нас вот были когда этому просе работал у них коды шли вот зарплаты инженер один код а ученые у них другой код научные сотрудники они к ученым относились это должность это не звание там кандидат наук это звали а научный сотрудник это должность научные можно заставить обезьяну работать ученым но интересно было мне это было интересно я бы вот если бы меня спросили чем ты хочешь заниматься я бы стал астрофизикой заниматься мне нравится эти физические процессы там вот эти черные дыры все я так сейчас смотрю учета читая на эту тему когда время есть я бы серьезно стал заниматься если бы у меня был выбор выбирать но приходилось же деньги заработать поэтому бизнес и сейчас ты а сейчас я уже пенсионер я уже давно пенсионер 67 лет как классно выглядишь слушай 67 а пенсионер с пятидесяти чернобыль да эффект малых доз я себя называю это да или больших что дети детей выучил они сейчас в америке живут свои семьи работают хорошо живут зарабатывают даже помогают так что настало время для себя пожить да я не знаю отслеживал это или нет возведение нового безопасного конфлимента насколько важно было и вообще лицеобразно вот именно такую споруду фигачить арочную дорогую но мне не тоже много но лично мое что может быть и нет места я думаю что там много было политики и и и коллекция на этом заработал ну да если изначально они выиграли там что-то не больше 500 миллионов долларов в итоге вышли на полтора миллиарда евро может чего-то по чернобыль еще вспомнишь а где вы жили а жили мы в частном домике в частном чернобыле занимали там дома которые свободны помню у меня где-то была фотография даже сейчас пускать не буду долго снятая около кровати она полностью как квадрат вот обтянутой этой марлей спать в марле мошкара не мошкара типы чтобы аэрозоль не попадала но это большая дурость но все равно по приколу балдахи ну красиво наверное было где вы столько марлей набрали ну давай тогда все давали тогда самый прикол был когда вот много приводили воды этой оболонской и смешивали со спиртом вот это коктейль был самый молонский северное сияние человеком со спрайтом когда мишели то ли носовский кстати у меня в группе был он приехал восемьдесят восьмом чернобыль его ко мне в группу определили помню шапку мы выдавал а сейчас он же там а сейчас и пб я ну веселые времена были конечно если что вспомнить сейчас так что такое не вспоминается вот детально что-то но или может быть нет мне для камеры но весело то есть не вырванные годы нет я кстати абсолютно не жалею что я попал сюда на аварию и не жалеешь что попал в украину мне украина очень нравится я люблю русских на люто ненавижу правительство россии очень мне очень нравится украина я патриот как там в том ну что же если вы больше ничего не хотите а что что ничего может еще горячего кофе сделаю слушай а чем ты жена занималась а жена у меня она окончила московский институт культуры она музыкант вообще вот она была дирижером хора там царовья когда приехал на станцию она устроилась в этот во второй отдел связь с носовским она работала а потом она перешла в профсоюзы работал там секретарем а потом тоже уволилась 90-х сейчас у детей в Америке там внуков воспитывали с внуками же да ага вот даже давай расскажи о своем оце и как просто называется за создание нового брата спецтехника ну конечно это же все было в секретах Александров подписывал ну ну это мы пересняли ну можно вот видишь создатель изятельного оружия и там на другой странице а он у тебя еще нет уже все уже уже давненько 32 год а мама жива кстати мама 31 года там тоже с сестрой живет с моей дочкой а папа умер в 2007 году он конкретно занимался разработкой ядерного да но он конструктор был то есть там в то время уже не первые делали образцы уже делали разные спецнаправления торпеда он тут в мину ядерную делал еще что-то написано автоматскую головной части он делал интересные здания ну это здание во-первых внутренние дом 3 создатели вооружения там количество экземпляров посмотрели небось несколько тысяч каких тысяч 400 уникальная вещь ну да такие внутренние они обычно большим тиражом для своих исключительно то есть и ты пошел по его стопам создавать ядерное ну уже не создавать усовершенствовать потом же уже пошла борьба за весогабаритные характеристики за спектры то есть что за заряд с определенным спектром там побольше нейтронов поменьше там тепловой части чтобы убивать живое но нет не разрушать конструкции нейтронные бомбы а ты нейтронные бомбы да потом сжеры всякие которые там разрушают в коже нжер это шо сверх жесткий рентген то есть если взорвать там на расстоянии там сто километров спутников все припои все расплавятся свинцовые все микросхемы перестанут работать жир он когда идет переход с оптической плотности очень резкий там где тяжелый металл они испаряются сразу энергии высаживается вот а потом конструкции всякие стали там во первых маломощные заряды для там свольный артиллярия ядерная для тактического оружия или там там как идет идет когда идет взрыв идет обжать детонаторами и если его сделать не симметричным то мощность падает там мгновенно в тысячи раз и и когда нужно сделать взрыв маленький очень то просто делает не немножко отключать несколько детонаторов чтобы не было симметрии смещают на это она цепной реакции да и она неполная получается не полная реакция это то что произошло по сути дела или близкая к этому все равно были здесь как бы совсем другие материалы совсем там спектры другие добрый будем жить радоваться да помните те кто погиб и отдал свое здоровье и жизнь все это чтобы мы могли теперь на жить жить да да уже но не сейчас уже с тех кто группе был как как-то а я знаешь я даже не совсем поддерживая контакт к сожалению так как-то тогда все это было сейчас меньше наверно уже осталось и с техским работам он артур там еле живой вот он же как раз информация же от него что кровлю третьего блока потом еще в восемьдесят седьмом году дочищали вот смотри я был я приехал в феврале я помню мы покрали третьего блока мы лазили да она была не полностью очищена у меня может не логичный возникает вопрос стоило ли полить тогда ребят чтобы на ура бегом-бегом чтобы пустить третий блок зачистить я я считаю что не стоило очень много тогда спалили людей вот она не все понимали как нужно правильно это сейчас задним числом понятно что вот это надо было не делать это надо было делать ты вообще третий блок не был смысл пускать там тоже политика была что вот мы восстановили 6 на то пошло лучше 5 6 пустили то не почти готовы были на если уж хотели пускать там достроить надо было сначала трошечки а потом уже пусконалочные работы шли 5 это пусконалочные работы на пятом шли уже все построено было у меня там начальник это ему в друзьях рассказывал потом все вытаскивали оттуда на 3 в чайкинском турнире второе место на 67 лет ничего себе вот так это свежачок до 29 мая мою жизнь да не класс а вы говорите чернобыль ну как как ты после как ты после всех этих дел там и атомных там и чернобыльских как у тебя там с этим совсем я говорю в чернобыле от радиации все остекленел и теперь не падает да